Мы хотим предложить еще вам одну практику. Она называется «7 дней из глубины». Эта практика подойдет тем, с кем мы работали на консультации, у кого мы полностью освободили место для записи новой информации. Просто подняли те слои с деструктивной информацией, которая вела к заболеваниям, и теперь там надо заполнить другой информацией. Мы понимаем, как сложно сделать шаг в другую жизнь. Мы понимаем, как сложно поверить в себя, когда ты имеешь тяжелое заболевание. Когда ты ложишься спать, и у тебя там ноги, руки не работают, и тебе надо встать и поверить в то, что когда-нибудь они у тебя заработают. Ты даже не знаешь, как мечтать об этом. Так вот, для людей, которые действительно хотят быстро и эффективно выйти из болезней, после наших отработок, для них вот эта практика. Итак, вы ложитесь спать. Перед тем, как лечь спать, вы делаете либо практикум «Заявка на счастье», либо самостоятельно разгоняетесь и вводите себя в состояние счастья. После этого ложитесь и начинайте чувствовать свое тело и вспоминать себя здоровым. Вам надо вспомнить, какими вы были, когда вы были здоровыми, как двигалось ваше тело, как оно ощущалось. То, что чувствовали. Вы, эта память для этого у нас и есть. В памяти у нас есть это. И мы четко, вот именно настроиться на память, на то время, когда вы были. Когда, вот если, допустим, человека не работают ноги, вот он ложится спать, раскачался на счастье, да, и включает, направляет свое внимание в память того времени, когда он ходил. Чувствование ног, чувствование рук, чувствование здорового тела. И вот именно проживать и даже чувствовать это все будет именно то время свое. То время, в счастье, но при этом вы чувствуете это прямо здесь и сейчас, лежа в кровати перед сном. Вы проживаете. Вы проживаете это. И вы с этим засыпаете. И дальше вы просыпаетесь опять с этим. Но прежде, вот просыпаетесь и не спешите открывать глаза, а именно с этим просыпаетесь. Вот не открывая глаз, начните, не шевелитесь, просто начинайте снова включать память того здорового тела. И при этом утром проснулись, начинайте с благодарности себе. Спасибо мне за то, что я живу, за эту жизнь, за это счастье, за это тело, за эту возможность осознать свою жизнь и эту возможность осознать себя. Спасибо болезни. Она уходит. И вы провожаете ее, как она уходит. Благодаря ей я пришел к этому. Вы ее поблагодарили, и она уходит. И при этом вы опять чувствуете вот себя через память, чувствуете тем здоровым, счастливым, успешным, каким вы были тогда, как двигались ваши руки, ноги. И чувствуете это в моменте, здесь сейчас вы чувствуете, как эта же сила, она в вашем теле есть, в ваших ногах, в ваших руках, в ваших органах. Вы чувствуете это именно. И вот с благодарностью к себе, вот в этом состоянии, после того, как вы это все прочувствовали, вспомнили, то есть вы с долговременной памяти опять-таки распаковали вот эти ощущения, чувства проживания, и с благодарностью к себе, к себе вы просыпаетесь. Если у вас возникают какие-то программы раздражения на себя, ну как я могу себя благодарить, еще что-то берете, анкету осознавания и пишете. Заполняйте анкетки, осознаете, что вам мешает поблагодарить себя, что вам мешает быть счастливым и так далее. Это следующий кусок работы. То есть надо осознать, что тормозит вас и удерживает, не дает вспомнить счастливые моменты. Не дает памяти скрыться. Вскрыться той памяти. И вы через скрытие той памяти перепрограммируете ночь. Ваше дело заснуть в здоровом теле и проснуться в здоровом теле. И здоровое тело это в ваших воспоминаниях. Семь дней непрерывно. И таким образом вы нарабатываете привычку и смотрите, что происходит с телом на восьмой день. Итак, друзья, это практика для всех тех, кто быстро хочет выйти из болезни. Но опять-таки эта практика, еще раз повторю, для тех, у кого есть свободное место на диске игровом. У кого мы посносили вот эту подсознательную часть, которая мешает человеку включить другие привычки, другие реакции, другие осознания, другую жизнь. Когда есть возможности для маневрирования в компьютере.